Соревнования по лёгкой атлетике состоялись в стенах спортивного клуба «Металлург Магнитогорск». Участие в них приняли воспитанники учреждений социальной защиты населения. Старты прошли в рамках традиционной комплексной спартакиады среди детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Подробнее о спортивном событии расскажем далее. Перед началом соревнований самое главное, как следует размяться. Ну а далее на старт, внимание, марш! В соревнованиях, которые прошли в легкоатлетическом манеже, приняли участие воспитанники школы-интернатов номер 5 и семья. Ребята боролись за победу в рамках комплексной спартакиады. У нас комплексная спартакиада среди учреждений социальной защиты населения. Пять команд всего. На сегодня только две пришли, потому что все в лагерях, все разъехались. Сегодня у нас соревнования по лёгкой атлетике по трем дисциплинам. Бег 30 метров, прыжки в длину с места и эстафета среди средней и старшей группы. Всего комплексная спартакиада включает в себя пять этапов. Ребята уже успели поиграть в дартс, корнхолл, принять участие в лыжных гонках. Сегодняшние старты, несмотря на малочисленность участников, также получились захватывающими и эмоциональными. В каждой дисциплине счёт в буквальном смысле шёл на секунды. Высокие результаты ребят – это итог хорошей подготовки. Спортивной составляющей в учреждениях уделяется максимум внимания. У нас в школе-интернате спорту придаётся особое внимание. У нас несколько спортивных педагогов. Лично я преподаю кружок волейбол и настольный теннис. Сейчас поколение такое, телефонное я его называю. Поэтому поднять, занять чем-то, увлечь. То есть свою задачу вижу именно в этом. Для мальчишек и девчонок такие мероприятия – возможность для развития, для общения со сверстниками. Дети всегда с радостью откликаются на предложение стать частью команды. Мне нравится быть спортивным. Мне нравится в таких неприятиях участвовать. Это здорово, нас объединяет. Это всё, здоровый образ жизни. Советую всем заниматься спортом. Итоги соревнований по лёгкой атлетике были подведены в трёх возрастных категориях. Каждый из участников стартов получил сладкие призы. Впереди ребят ждёт заключительный этап комплексной спартакиады. Они сыграют в пионербол. Итоги большого спортивного праздника будут подведены в конце мая.